Здравствуйте! Хочу продолжить свою рубрику, посвященную как выбрать себе специалиста по массажу. Ну или себе, или своему родственнику. Итак, начните с самого простого. Посмотрите отзывы о массажных салонах и специалистах, которые там работают. Также посмотрите отзывы о массажистах, которые работают на дому или на выезде. Прислушайтесь к рекомендациям знакомых, друзей. Уточните, есть ли у этих работников, специалистов медицинское образование. Или проходили ли они курсы повышения квалификации. Согласитесь, по меньшей мере неразумно доверять свое здоровье и здоровье своих близких и родных. Человеку, который закончил неизвестно что, неизвестно где и неизвестно когда. Дальнейшие шаги в выборе расходятся на два направления. Первое направление вы ищете лично для себя массажиста. И, соответственно, вы ищете для своих родственников, включая детей, от первого месяца жизни. Массаж желательно всего делать курсами. Количество сеансов массажа во время курса относительно. Принято считать, что курс массажа состоит из 10-15 процедур. То есть, это примерно 3-4 сеансов в неделю. На самом деле, это среднее число и все зависит от вашего организма и ваших ощущений. Если те неприятные ощущения, из-за которых вы пришли к массажисту и ушли, у вас после 10-го сеанса, и массажист подтвердил, что у вас все нормализовалось, то вы можете дальше пройти, дойти этот курс, там 15 сеансов, ну еще 5 пройти еще сеансов у этого массажиста. Значит, что могу еще сказать? Поэтому прислушивайтесь к своему организму, он вам все подскажет сам. Если вы делаете лечебный, спортивный массаж, а не какой-либо там особый массаж, тибетский, тайский, французский, волновой, баночный и так далее, где не требуется больших затрат масла, то тогда сцепление между мышцами будет больше, чем если это будет какой-либо другой массаж, где применяется большое количество масла. Продолжение следует...